10 лекция по дисциплине устройства и технического обслуживания современного автомобиля на тему колеса автомобилей колесами называется устройство осуществляющая связь автомобиля с дорогой колеса служит для подрессирования автомобиля обеспечения его движения и изменения направления движения колеса бывает под назначению ведущие управляемые комбинированные поддерживающие по конструкции бывают дисковые бездисковые сипы спицевые колеса автомобиля на рисунке 1 состоит из пневматические шины обода соединительного элемента и ступицы обод и соединительный элемент образует металлическое колесо пневматическая шина сглаживает дорожные неровности и вместе с подвеской смягчая и поглощая колчки и удары от неровности дороги обеспечивает плавность входа автомобиля а также надежное сцепление колес с поверхностью дороги металлическое колесо предназначено для установки пневматические шины и соединение ее со ступицей ступица обеспечивает установку колеса колеса на мосту на подшипниках и создает возможность колесо вращаться при отсутствии ступицы вращающейся посадочной частью колеса является фланец полуоси размещенные в балке моста на подшипниках на автомобиле применяется различные типы колес рисунок 3 ведущие колеса преобразуют крутящий момент подводимый от двигателя через трансмиссию тягу силу а свое вращение поступят на движение автомобиля управляемые и поддерживающие колеса являются ведомыми колесами воспринимающие к толкающую силу от рамы и кузова преобразует поступательные движения автомобиля в их качении комбинированные колеса являются и и и идущими и управляемыми и выполняют их функции одновременно дисковые колеса рисунок 3 а из стального листа качестве соединительного элемента ступицы и обода колеса имеет стальной штампованный диск 1 приваренный к ободу в литых колесах и легких сплавов алюминиевых магниевых диск отливается совместно с ободом колеса рисунок 3 b без дисковые колеса имеют соединительную часть изготовленную совместно со ступицей и выполняется разъемными продольные и поперечных плоскостях спицевые колеса в качестве соединительного элемента обода из ступицы имеются проволочные спицы рисунок 3 в наибольшее применение на автомобилях имеет дисковые колеса без дисковые колеса применяется на грузовых автомобилях большой грузоподъемности по сравнению с дисковыми колесами без дисковые проще по конструкции имеют меньшую массу на 10-15 процентов более низкую стоимость большую долговую вечность удобнее при монтаже и демонтаже обеспечивает лучшее охлаждение тормозных механизмов и шин кроме того они создают возможность установки на ступицы ободев разной ширины что позволяет использовать различные шины на одном и том же автомобиле спицевые колеса имеют ограниченные применения используется главным образом на спортивных автомобилях для лучшего охлаждения тормозных механизмов шины требования типы конструкции шины оказывают большое влияние на многие эксплуатационные свойства автомобиля тягу скоростные тормозные топливную экономичность проходимость устойчивость управляемость поворачиваемость плавность хода и безопасность движения шины является одной из наиболее важных долгов стоящих частей автомобиля так стоимость комплекта шин составляет значительную часть первоначальной стоимости автомобиля а в процессе эксплуатации в их расходах примерно 10-15 процентов приходится на расходы по восстановлению шин дополнительные требования шина шины должны иметь минимальное сопротивление к качению и надежность сцепления с дорогой низкую удельную нагрузку в месте контакта с дорогой максимальная возможность сопротивления боковому воду минимальная массу и момент инерции высокие упругие свойства способствующие повышение плавности хода высокую герметичность статическую динамическую уравновешенность минимальное биение соответствующие допустимым пределам минимально допустимый уровень шума при движении автомобиля рисунок протектора соответствующий дорожным условиям эксплуатации высокую самоочищаемость протектора на и формы и деформируемых дорогах высокую прочность износостойкость долговечность и так далее на автомобилях применяется различные типы шин предназначены для эксплуатации при температуре воздуха окружающей среде от минус 45 до плюс 55 градусов сельсий шины значит определяется на по назначению по герметичности по конструкции по габаритам по профилю